вот смотрите какое интересное место это конец водоема здесь кадр хочу я здесь мне не пройти там дальше болото здесь я писал видео по поводу овала всевозможных композиций ну вот сейчас попробуем сделать снимется немного кусочек всем привет 2 мая выбираемся в лес по сухим дорожкам никакой грязи посмотрите что получится все идут на шашлыки ну надеюсь не будет скучно так что если вы еще решаете заниматься пейзажной фотографии нет я думаю что я вас приглашаю в это путешествие и думаю что многим понравится вот так вот друзья мы спустились обошли с той стороны черную речку сейчас двигаемся в лесном массиве здесь конечно майские праздники все на шашлыки идут дети велосипеды по пути здесь группа увидела на дороге уже начали его там сбрасывать с дороги в общем там целло шоу получилось место место которое конечно видоизменяется среда человека среда природы с появлением человека но надеюсь что такого катастрофического то что я увидел сейчас слева до проходил мимо часть леса превращена просто кладбище для животных понятно что люди сами для себя сделали выбор какая среда им нужно им нужно кладбище вместо леса новый что можно тут сказать комментировать я это не буду sky каждый сам для себя делает выбор тропинка кстати отличная сейчас мы найдем место ну и поговорим о пейзажной фотографии в том виде который я воспринимаю и в присутствии человека его отсутствие человека ну заодно посмотрим что можно найти вот и среди наверняка вы смотрели мое видео про фигуры в лесу я снимал это в той части которая сейчас уже в качестве деревьев отсутствует я проходил там уже сделан заезд на шуваловский этих перед деревьев уже нет они на место где я снимал тут свои видео в лесу вот как это сейчас выглядит в принципе что комментировать здесь ничего особенного соответственно я всегда повторяю что среда меняется если сегодня вы думаете что завтра схожу поснимаю то завтра может не наступить завтра вы можете мало того что не пойти потому что вам скажут нельзя или еще какие-то придумают виртуальные отговорки авто во вторых пока вы выйдете может оказаться что и леса уже нету вот подумайте об этом по поводу пейзажных фотографий я уже повторял что интересная очень камера это iphone позволяет вот вам передать атмосферу я сейчас сделал контровой свет ну и постараюсь найти точку рассказать вам мое видение контрового света что это такое ну и попробовать передать вам через фотографии тот процесс съемки который контровой свет вот мы с вами на тропинке я выбрал первую серию на сегодняшний день это съемка вот этого дерева которое я вам показывал я хочу сделать нечто подобное фигурам которые я снимал недалеко от дома там есть такие грибы чага ну и хочется показать вам что из этого может выйти как монотония но мы будем делать монотония поскольку здесь света нет как такового а вот и и и если бы мы свет находится сейчас практически за моей спиной ну вот с того же дерева где закреплена камера я сделаю ракурс посмотрите какой выбор горизонтали вертикали всегда важная часть и вы всегда определяете что для вас важно показать стволы пересекающие кадр ли стволы которые вдали каким-то при диагоналям золотым сечением вас вкладываться или вертикаль страны и попробуй без штатива снимать в кадре я вижу что далеко бревна поэтому мне придется подойти ближе я использую подручные средства какие-то деревья без штатива да это один из приемов который новичку достаточно легко будет освоить я думаю что у него все получится а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я этот период тоже пережил, соответственно, понимаю, о чем речь И могу сказать так, что проходит достаточно длительное время Прежде чем человек начинает осознанно заниматься какими-то композиционными построениями Почему? Потому что в любом деле лучше сто раз отмерь, а один раз отрежь Фотография имеет непосредственное отношение Поскольку снимать-то можно, а потом окажется, что ракурс не тот В основном проблема Композиция не так построена Все это начинает резаться Качество падает Навыков немного Поэтому Я записывал множество видео по поводу того, как объекты находят наблюдателя Если он в осознанном состоянии И настоятельно рекомендую все-таки пользоваться этими приемами Особенно те, кто недавно стал смотреть мои видео Я, конечно, буду идти Надеюсь, что с помощью канала будет передаваться эта атмосфера И бегать, прыгать ничего не нужно Пейзажные фотографии это лишнее Хотя есть фотографы, которые этим занимаются В силу в рядах причин Но это не вкладывается в мои, даже не в философию А в мое миропонимание И фотография, пейзажные фотографии для меня нечто другое Поскольку я вырос в этой среде Я знаю, что такое пейзаж Поэтому я, можно сказать, не городской человек Хотя я живу в городе много лет Поэтому вот как-то так Свет и свет Здесь вот, видите, какая игрушка висит Рыба Рыба-кит, я бы сказал Это, наверное, символично Поскольку кит используется в английском варианте Китовые объективы Раз уж синхроннее начало так разворачиваться Поговорим о китовых объективах Считаю, что я не хочу у вас сделать такой вид, как будто я тут все знающий Или какое-то высокомерие проявить в вашем отношении Кто пользуется китовыми объективами Но вы знаете, я всегда говорил, когда приходили люди И хотели для детей что-то приобрести хорошее В Советском Союзе была замечательная поговорка Все лучшее детям Так вот, если вы хотите ребенку научить играть музыки Покупайте им хороший инструмент изначально Многие считают, что можно купить какую-то дешевую скрипку И он будет на ней учиться играть Ничего не выйдет Это изначально будет отторжение Поскольку если вы дадите ему инструмент непригодный Для того, чем хотите, чтобы он занимался Произойдет ровно то, что и произойдет Инструмент будет непригоден Соответственно, никакого удовольствия от игры не будет Я привожу в пример В Риме я познакомился с женщиной На площади Аргентины Есть такая в центре Ну и... О, какая интересная птичка прилетела Не переживайте, если я прервусь ненадолго Я иногда отвлекаюсь Потому что вижу какие-то вокруг меня птицы Птицы меня любят И вот, я услышал шум, гам Речь итальянскую, ругательную Ну и, соответственно, в одном из магазинов Ну и потом выяснилось, что Женщина, которая разговаривала, в том числе на итальянском Ну я начал спрашивать А мне нужно было что-то купить, я не помню какой-то Я спросил на английском, она мне ответила Но потом спросила, что я русский Да, по акценту определила Да, говорит, я здесь тоже давно живу И мы разговаривали И выяснилось, к чему я Про инструменты, да, говорю А мы жили недалеко от улицы Грота Ну практически на улице Грота, да Кто знает, это где Цезарь закололи Ну и там недалеко и от Санавона Так вот Когда мы начали разговаривать На разные темы Про музыку, про системы хай-файные Она говорила, что мы сейчас, дочки, тоже Собираемся покупать инструмент Но это было сказано с таким Водушевлением, что это даже не автомобиль и не квартира А почему я это вспомнил? Потому что на улице Грота как раз находится один из самых лучших магазинов Для музыкальных инструментов Скрипичных мастеров и всего подобного Поэтому прежде чем купить что-то дешевое Подумайте сто раз Поэтому я говорю китовым объективам нет Абсолютно точно Вот к вопросу о контровом свете Да, мы видим поваленные деревья Поперек И солнце находится прямо в контровом свете Как поступить, да То есть недавно тоже Меня спросили по поводу использования Широкоугольной оптики Я ответил, почему я это не делаю Только из-за геометрии Хотя в пейзажной фотографии это можно использовать Но мне не нравилась никогда геометрия широкоугольников Да и так называемая киношная картинка Она мне больше нравится Поэтому я использую объектив с фокусом сайме Эквивалент 75 мм С пейзажем снимать сложнее, значительно могу сказать Но если вы знаете точку И есть один такой прием Кто хочет перейти на съемку портретной оптикой Или более длиннофокусными в пейзаже Первый эффект, с которым вы сталкиваетесь То, что вы идете к объекту Но снимать вы должны уже раньше Как только мысль возникла, что вы что-то увидели То есть вот как только вы почувствовали Что увидели что-то, да, вдалеке увидели То можно, в принципе, отсюда снимать Если вы чуть-чуть, несколько секунд прошли То вы зашли в зону как раз Классического стандартного объектива 50 мм Ну и, соответственно, вам придется вернуться В этом плане Время не уходит больше на съемку Таким объективом Но результаты совершенно другие Надеюсь, меня будет слышно Я сегодня снимаю с телефона Без камеры внешней Хочу, чтобы вы посмотрели На то, что за мной находится Да? И раз уж мы говорим про Про объективы, про оптику Как раз вариант, который Предполагает наличие вот такого Длиннофокусного объектива Или портретного объектива Который передает киношную картинку Вот вы сейчас не видите В обратную сторону контровой свет Очень красивая осока молодая Которая вылазит И недавние съемки, которые я делал Вместе Вячеславом, да? И с его собакой Мы как раз нашли такое место Но там достаточно много деревьев Здесь, видите, солнце открытое Сегодня небо великолепное И поэтому можно сделать Вот такие снимки С очень яркой зеленью Кому интересно будет Что из этого можно сделать Я могу записать еще отдельное видео Поработать с каналами Как я это делаю В фотошопе Лайт На айпаде То есть без всяких компьютеров Это все достаточно просто В некоторых случаях я использовал Даже обычный телефон То есть я с маленького этого дисплея Делал редакцию фотографии Понятно, что снятую не на телефон Красивый кадр Сейчас вижу Мне, конечно, хочется это все запечатлеть Я тут увидел нечто подобное Какому-то кругу Надеюсь, что вам будет тоже интересно Я потом камеру разверну Посмотрю К чему я это говорю Нужно присмотреться Осмотреть место Зайти в это состояние Которое позволяет вам почувствовать место После этого все будет хорошо Не сомневайтесь Будут интересные кадры Никуда не спешите Если у вас нет штатива Не переживайте Вот я натянул ремень Выбрал Тот фокус, который мне нужен Закрытой диафрагме Восьмерки Одна 125 У меня большая чувствительность 320 Гистограмма показывает все хорошо Тем не менее Видел я вот с этой точки И с этой точки, конечно, гораздо интереснее Все это выглядит В качестве эксперимента Я попробую снимать Сделать снимок Даже захватив телефон Назовем это behind the scenes То есть за сценой съемки И откроемся побольше Откроемся на полную Чтобы вы понимали, что можно сделать Поэтому вот эффект, который я называю синхронистичностью И Карл Густав Хюнг Когда все это разворачивается Я сегодня перешел на летнюю обувь Будет трясти сейчас все Немножко И, соответственно, у них белая подошва Я не хочу, чтобы они запачкались Ну и, собственно говоря Не хочу упасть, подвернуть ноги Как было в одном из видео, где я упал И из-за того, что у меня были кроссовки Хоть они трековые Но все равно Мне это не спасло от каких-то Таких длительных, мучительных потом болей Поэтому выбор обувь Я отдельно в видео посвящу этому Вот, посмотрите по поводу цвета И опять мы видим фавион Я снимал видео со штативом Где на ландшафте Вот на таком же Показывал, как можно снимать со штативом И здесь, когда вы видите эту красоту Не бросайтесь ее снимать Не кидайтесь сразу Искать этот свет Как бы снимать какими-то кусками Придумайте кадр Это один способ То, что делают фотографы До определенного уровня А второй способ Это более правильный Это поскольку я считаю Что все это разворачивается перед нами И природа всегда Открывает нам глаза Кому-то веки Кому-то третий глаз Ну и так далее по списку Так вот Дождитесь этого момента Прочувствуйте вообще природу Кадр придет сам Не сомневайтесь Он может прийти один Может быть два Но когда он придет Вы это сразу почувствуете Это будет как молния Я думаю, что здесь аналогия Со старыми учениями Древними Она абсолютно уместна Ну и в результате Получите тот Что искали А еще интереснее Когда вы получите то Что даже не могли себе представить Вот, друзья Мы пришли В одно из самых красивых мест Дальше я не могу передвигаться Из-за своей ограничения В обмундировании Можно так сказать, да Потому что там дальше уже Все Там дальше болото Собственно говоря, лахта и есть Большое болото Эвтрофное, старое Поэтому сюда и летят птицы Уже много Много сотен лет И многие из них останавливаются Потому что Дальше они летят уже И есть птицы Которые здесь останавливаются И в какой-то период времени Где они отдыхают Некоторое время Потом они летят дальше Мы несравненно посетим С вами эти места Кстати, я уже писал Что во время съемок Никаких животных и растений У нас не страдает Поскольку у меня Бережное отношение к природе И я себя частью природы считаю И в принципе К природу и все уйдем Поэтому Несмотря на то, что мне нравится болото Я когда занимался ориентированием Это были мои самые любимые места Болото Причем Кто знает На картах С широкими полосками болото Это трясины уже такие Непроходимые так называемые Там самая чистая вода Это старые озера Это глубокие места Соответственно Петр Первый не дурак был Он не просто так Брал эту воду Чистую Ее можно пить По поводу, кстати, воды Будет записано видео Если вы Напишите какие-то комментарии Я покажу Как я считаю Можно Перенести какие-то события Когда Ну вода Это вы знаете Без воды человек Через сутки, через двое Уже перестает существовать Поэтому Пищи можно больше Может даже месяц А вот без воды нет И в каких-то условиях Которые Возникают Периодически В истории человечества Вода является Основным источником Слава Богу Мы не в пустыне А мы находимся В очень хорошем месте Где воды Очень много Но в этом году Почему-то Вода очень быстро уходит Для меня это загадка Ну я Ответ это знаю Как бы Но вот Буквально там Несколько недель назад Вы видели Что было все затоплено Я подключу кадры С балкона Сегодня утром Я вышел Я напомнил Когда увидел Что произошло С речкой Которая напротив Моего дома Как она высохла За 2-3 дня Ну почему Потому что человек мешался И перегородил Вы видите эти кадры В аллее Где все это делается Но Пока здесь вода есть Видите Она стоит И соответственно Дальше мелкие елочки Сосенки И Вот эта часть Которая прямо передо мной Ну это не совсем Труднопроходимое болото А это проходимое болото Поскольку растут деревья Видно кочки И в фильмах вы видели По кочкам люди прыгают Некоторые как собаки Баскривили Уже не возвращаются Но болото на самом деле Удивительное место И вот сейчас Нет этого сильного запаха Болотного Поскольку еще Не сильно жарко Сегодня первый день Такой хороший Теплый Почему народ весь вышел Я встречал тут По пути бабушек Которые в таких Самодельных масках идут Да Ну что можно сказать Это люди Которые выросли В поколении Шестидесятники Да Пятидесятники Которые Строго привыкли Подход инженерный Да И подход человека Которому Которые изучали инструкции В отличие от современных Да Которые Интересовались Техническими параметрами И вообще Если говорить про медицину Тоже Интересовались Именно Всеми процессами Ну Поскольку они Слышали Получили информацию На основании этих данных Они Решили что Лучше нам подышать В маске Да Чем вот этим воздухом Я их отчасти понимаю Прекрасно Потому что То что происходит На небе Да Те Процессы И те Фигуры Я сейчас не буду Поворачивать кадры На камеру Но потом Разверну Подсниму Ну Если следите За моими Новостями То видите У меня есть альбом Во фликере Кстати Sky Вы можете посмотреть Необычные явления на небе Которые сейчас По всему миру Я их фотографирую Я сейчас говорил об этом Рассматриваю Много заболтал сегодня Мало показал фотографии Но вы знаете Иногда Какие-то слова Могут дать больше Чем Тысячи фотографий Которые вы посмотрите И я надеюсь Что меня смотрят Не только В России Я знаю об этом Да И в разных местах И люди Которые там Живут Фотографы Да У вас наверняка Есть какие-то Свои любимые места Которые вы чувствуете С сердцем Которые Для вас открыты И соответственно Вы хотите туда прийти Вот я с удовольствием Сейчас сюда пришел На этой тропинке Я ни разу не был Я специально выбрал Какое-то направление Точнее оно само меня Выбрало Можно так сказать И в результате Мы стоим здесь Дышим Воздухом Слушаем пение птиц И вполне вероятно Что мы найдем Какой-то кадр Может быть Один или два Да Мы не будем сейчас Снимать по несколько Сотен кадров Как мы делали Видео С собакой Да Когда ловили уток Да Ну Это был азарт Это была такая Некая игра А вся наша жизнь И есть как бы игра Поэтому А ее Интересно И вот в эту игру Играть Когда действительно Интересно Что-то Ну Надеюсь Что Вам понравится Сегодняшнее путешествие И мы наверняка Что-то еще Увидим И поймаем В объектив И как говорил Мой один Недавно Знакомый Да пребудет С нами Святосила Всем пока Подписывайтесь На канал Я буду Все здорово С этим Производством Но я считаю Что это Моторная зона Ее можно Трогать Хотя Какое Араватное Араватное Если Здесь Это перекрыть Мы можем Высушить Вообще Ну Я когда-то Учился На гидролога В гидрометеорологическом Институте И я всего год Учился Но я уже тогда Понимал И вообще Я жил за городом Все эти полотна Все как это устроено Обе системы Меня удивило Что они на глухарке Взяли Перекрыли Там я снимал Фото Видео Там несколько Десятков ключей Причем Они зимой Даже размывают Лед Так что Человек может Провалиться Ну и вот Они считают Что это можно Десятки